В субботний день милиционеры Матфея Хлебус и Алексей Родин несли службу на городском пляже номер 2. Происшествий не было, пока ближе к вечеру. Им не поступил сигнал от дежурного. На мосту мужчина перебрался через перила и, возможно, пытается совершить суицид. Медлить нельзя было ни секунды. Мы максимально быстро отреагировали на сообщения и прибыли к указанному месту. Здесь увидели действительно, на кромке моста стоит взрослый мужчина. Рядом собрались очевидцы происходящего, которые всеми силами удерживали человека, не давая ему спрыгнуть. Милиционеры сразу же вмешались в ситуацию и в первую очередь стали разговаривать с суицидником. Постарались того успокоить. У нас в МВД есть специальная подготовка, тактика действий в таких случаях. То есть нас обучают заранее, инструктируют, как поступать в такие моменты. То есть как нужно предотвращать такие случаи. Очевидцам можно выразить большую благодарность, так как они первые заметили это происшествие. То, что мужчина лезет через мост. Они прошли мимо, сразу же оказали помощь. Они держали его за рукава, за куртку, за ремень кто-то держал. Отговорить мужчину от прыжка с немалой высоты было не так просто. Тем более, что он был не только в очень неспокойном состоянии. Мужчина, мы предполагаем, что находился в состоянии алкогольного опьянения, так как у него были все признаки. У него был неприятный внешний вид, у него был резкий запах алкоголя изо рта. У него была связанная речь. Плюс рядом находились вещи, в которых были алкогольные напитки. И все же отчаявшийся на суицид поддался убеждениям милиционеров. К ним на помощь к этому моменту уже подоспели спасатели. Были на готове под мостом. Мужчина не хотел сначала перелазить. Нам пришлось ему немножко помочь и потом спокойно спустить его с моста. Что же толкнуло мужчину на попытку найти себе смерть, так это, как часто бывает, тяжелая жизненная ситуация. Любую проблему можно решить, и не считая, что он правильно поступил. Ну, так, если спросить, проявляю ли я к нему существо, я туда проявляю, как бы, все мы люди, и у него сложилась тяжелая ситуация. Но это был не выход. Аналогичная ситуация со спасением человека, который пытался спрыгнуть с моста, именно в этом же месте, произошла несколько лет назад. В данном случае также сотрудник милиции из департамента охраны помог не броситься в воду женщине, которая также по разным причинам хотела закончить жизнь самоубийством. В обоих случаях суицидников передали медикам, у которых есть свои методы отвадить человека от смертельных поступков. Надеемся, что в случае с мужчиной он все же найдет смысл и желание жить дальше. И, возможно, позже скажет спасибо своим спасителям-милиционерам. Спасибо.